Мы приветствуем Константина. Интересуемся, готовлю ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит, но эта голограмма мешает ему. Он ее двигать пытается рукой, не двигается, она прикреплена. Откуда она взялась, он не в курсе, да? Нет, она как шкаф перед ним стоит и светится. Сканер разрежет эту голограмму, включая все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, связанные с этой голограммой. Они выходят, сканер их видит, они выходят и формируется перед ним шар вместе с этой голограммой. Напряжение, слово идет, напряжение в области головы вышло. Отправляя в клетку тюрьму, так лучше? Намного. Хорошо, сейчас будем разбираться. Даю команду, значит, три, сканер сканирует пространство над головой Константина под ногами, 360 градусов вокруг неба. Сканер сканирует все семь тонких тел Константина, находит все. Выстраивает голограммы каналы к ответственным, притягивая всех ответственных в клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Здесь два Грея. Два Грея, хорошо. Все. Итак, Грея, сколько вы находитесь в биополе вместе с этой голограммой? Выстраивает Грея в каналы к другим ответственным, с которыми они могут быть связаны. Если такого есть, притягиваются в клетку тюрьмы, стоят в клетке тюрьмы. Нету никого. Они отвечают или нет? Они что-то прыгают по цифрам. Грея, я еще делаю. Не могут они ответить, потому что они не понимают вопрос. У нас сперва наблюдение было, потом постепенно ставилась голограмма. Когда началось наблюдение за ним? С этого момента? Когда это было? 33. 33 дня. 33 дня. Хорошо. Это мне уже дает какую-то информацию. Итак, какая цель вашей подключки? Что вы хотели добиться этой голограммы и почему вы ее остановили? Во-первых, он пустой. Они на него показывают. В каком плане? Нет подключек. А, в том плане, что он не был подключен. Через головное напряжение они постепенно формировали голограмму. И какая цель? Они как достраивали ее. Она такая, какая-то неоново-блестящая. Какая цель? Да. Его энергии внутри они показывают. То есть вы хотите его энергию украсть. Хорошо. Или вы хотели его каким-то действием сподвигнуть? Нет, энергию украсть. Они подключить голограмму хотели к его энергиям. И тогда эта голограмма работает как генератор и перерабатывает его энергией в нужную им консистенцию и концентрацию. Хорошо. Вы установили что-то в доме, где живет Константин сейчас? Нет, пока. Должна укрепиться голограмма. А как вы пробили защиту его? Он вроде сбрасывает негатив, он вроде защиты выставляет. Перез напряжение в голове, вспышки и воротные энергии, которыми он мало пользуется и не применяет их. То есть они показывают у него, как от соединения идет. Он знает и знает, откуда он. А вот они бы воспользовались этими энергиями. Ну что ж, картина, во всяком случае, здесь ясна. Он открыл дверь изнутри, я полагаю, да? Есть определенные точки, через которые они могут подключиться. Какие? Эти точки напряжения и нервозность. Эти точки идут именно от того, что человек разъединяется со своим истинным существом. То есть он знает, откуда он, но он живет. По-старому. Нет, много чего поменялось с ним, но он больше материально присутствует на Земле. Нет вот этой истинной гармонии нахождения души Сурана на планете Земля. А когда этой гармонии нет, он как разъединен. Именно так они видят и описывают. И для вас тогда это становится легкой целью, правильно? Нелегкой, но достигаемой. Все хорошо, вопросов больше нет. Мне здесь все понятно. Начинаем тогда с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Константина спроецировать энергетические сферические каналы к двум краям и голограмме. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаберационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Константину. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Здесь идет именно как напряжение. То есть они показывают, что такие небольшие, как зажимы, стоят на нервных окончаниях, дают им плюсы. Это их зажимы, понятно. Это все сейчас уходит по каналу. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на эти каналы в порядке реверса. Константин забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Константин себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Что идет назад? Спокойствие? Спокойствие идет, но оно не одно спокойствие. Здесь спокойствие с пониманием. Когда это пробито, начинается нервозность. Одно спокойствие, оно все равно к взрыву эмоций приведет в конце. А когда спокойствие с пониманием, это сила. Да, сила, и оно как постоянство. Все верно. Готово. Хорошо. Грей, что еще осталось в биополе, что я еще не вытащил? Посмотрите на вашей чистоте. Я вытащил. Чуть громче говори. Все вытащил? Да. Даю команду на рассинхронизацию Константина с Грейми и голограммой. Один, два, три. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо. Помогаемой энергии сжечь все каналы на счет три, один, два. Три удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печаты, растворяем. Здесь мы закончили. Проверка прошла. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Грей просит их отпустить и не вмешивать никого. Мы вас отпустим обязательно. Только из этой комнаты вы точно уйдете. Ли, еще раз тебя приветствую. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь два Грея. 33 дня сидели. Голограмма находится в клетке. Заберем на проверку голограмму уничтожить. Благодарю тебя. Под голограммой открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая печаты, растворяем. Проверят вас Грея и отпустят, если чистые. Готово. Хорошо. Клетка у нас пустая, Вера. Да. Субтитры создавал DimaTorzok